Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Дальнего Востока до Европы. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский и Ярослав Шимов. Выбор Европы. Куда приведут европейские страны взгляды их избирателей? Находятся ли традиционные политические партии стран Европы в кризисе? Какие силы и какие идеологии хочет видеть во власти большинство европейских избирателей наших дней? Чем объясняется подъем как откровенно левых, так и откровенно правых политических объединений в разных европейских государствах? Почему такую силу при этом почти везде набирают националисты, причем как левые, так и правые? И так ли уж велики сегодня различия между европейскими левыми и правыми? Да и можно ли продолжать в наше время вообще делить политический спектр по такому традиционному принципу – левые и правые? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Ярослав, только что, можно сказать, это совсем недавнее еще событие, в двух ведущих европейских государствах состоялись выборы, которые показали очень много выборов в парламент. Это Великобритания и это Франция. Причем в одном случае речь идет, если говорить про Британию, про фактически конец эпохи, потому что 14 лет правившие консерваторы совершенно уходят в тень, по крайней мере на некоторое время. Они вообще говорят, многие потерпели самое разгромное поражение за чуть ли не 200 лет. А во Франции вообще что-то совершенно непонятное. В первом туре сначала, ну, не победили, а огромный успех получили ультраправые или называют их ультраправыми, мы сейчас разберемся, стоит ли их так называть действительно. А потом вдруг, после множества манифестаций, демонстраций и ярких речей, все центристские левые силы Франции объединились и вот несколько дней назад вроде бы победили, но победили не так, чтобы править однозначно самим. Поэтому Францию ждет тоже очень интересное будущее. В первую очередь, говоря, ну, давайте, наверное, с Франции начнем, стал ли заметен раскол между настроениями одного и другого крыла избирателей еще больше? Или, в общем-то, ничего нового не произошло, как было, но то и показало? По качеству ничего нового не произошло. Все эти политические силы, которые оказались представлены в новом национальном собрании Франции, уже не первый год на сцене. Но произошли некоторые количественные перемены. Во-первых, как вы уже сказали, в первом туре во Франции национальное объединение, бывший национальный фронт, партия, основанная Жан-Мари Лепеном, потом возглавшаяся его дочерью Марин Лепеном. Сейчас она немножечко ушла в тень формально и лицом этого национального объединения является очень молодой, ему и 30 лет нет, Жордан Бордела. Некоренной француз, что же самое забавное. Да, это занятно, но это такой частый парадоксальный феномен, когда партии, которые выступают с националистических позиций, возглавляют люди с чисто этнической точки зрения, не принадлежащие к так называемой титульной нации. Да далеко ходить не надо. Даже Чехию можем упомянуть и Тамио Акамуру, который считается правым чешским националистом. Человек с совершенно японской фамилией, да и с японскими корнями. Да, или Андрей Бабиш, бывший премьер, который сейчас тоже подался в национал-популисты, он словак по национальности. Но если вернуться к французским выборам, то одно количество изменений — это рекордная поддержка национального объединения в первом туре. Во втором произошла стандартная, опять же, вещь — все против лепеновцев. Соответственно, многие кандидаты, которые выступали от левых или центристских сил, сняли свои кандидатуры в пользу одного из них, того, который более преуспел в первом туре, чтобы победить кандидата национального объединения. Но другое количественное изменение — это перегруппировка левых сил и создание так называемого нового народного фронта, ядро которого составляет очень лево-радикальное. Прямо скажем, это не просто какие-то социалисты умеренные, партия ветерана французского левого движения Жан-Люка Меланшона под названием «Непокоренная Франция». Но они не коммунисты. Коммунистическая партия вошла в это объединение, но существует отдельно. Это сейчас, что называется, как вот есть известный эротический роман «Пятьдесят оттенков серого», так в левом спектре Франции можно сказать «Пятьдесят оттенков красного». От бледно-розового таких умеренных социалистов до очень такого багряного. В общем, к этому багряному близки меланшоновцы на самом деле, которые по многим параметрам, они порадикальнее даже традиционных коммунистов будут. Соответственно, этот новый народный фронт, он набрал наибольшее количество голосов, но недостаточно для того, чтобы самостоятельно формировать правительство. И внутри этого нового народного фронта много внутренних противоречий. Они собрали под этот зонтик, так сказать, все левые силы, но сумеют ли они договориться о какой-то коалиции, не только между собой, но еще и с занявшими второе место по итогам второго тура сторонниками президента Макрона, центристами. Это очень большой вопрос. То есть Франция разделилась, французская политическая сцена и новый парламент разделилась на троих. Это главное изменение по сравнению со временами, которые были еще перед приходом Макрона к власти, когда были два крупных устоявшихся политических лагеря. Один левоцентристский во главе с социалистами, а второй правоцентристский во главе с теми, кого было принято называть неоголлистами. Это партия, которая все время меняла свое название. Там у них со времен Шарля де Голля то ли шесть, то ли семь названий сменилось. Сейчас она называется республиканцы. Она получила своих, кажется, около сорока кресел в парламенте, но она сжалась до очень маленькой силы. Такие парадоксальные итоги. То есть французская политическая сцена изменилась, а конкретный расклад оказался таким, что договориться о работоспособном правительстве, которое реально занималось бы какими-то реформами, в которых Франция очень нуждается, будет крайне и крайне сложно. В общем, ждут непростые времена. Вот что очень интересно. А какова на самом деле программа национального объединения Жордана Барделла и Марин Лепен? Их все, их противники называют фашистами. Действительно ли они фашисты в традиционном понимании этого слова? Потому что ярлык нацист, фашист или грязный коммунист, это то, что мы слышим каждый день. Это такая затертая политическая риторика, которой как грязью кидаются оппоненты друг в друга, не вникая в детали, в которых, как всегда, дьявол скрыт. На самом деле это очень плохо, что вот такая привычка действительно выработалась. Конечно, реальных фашистов, не говоря уже о нацистах, на европейской политической сцене осталось очень мало. Ну, можно где-то найти. Допустим, когда называют неонацистской партию «Золотая заря» в Греции, ну, это, наверное, правильно. Да, там очень российская программа, когда называют там некоторые словацкие политические силы неофашистскими. Это тоже можно, так сказать, признать. Но вот к национальному объединению ярлык фашизма, ну, никак уже не относится. Я бы называл так, честно говоря. Вот в этом популистском спектре популизм — это такое желание говорить о сложных проблемах простым языком и предлагать упрощенное решение, которое очень нравится широкой публике. Так вот, популизм бывает ориентированный на национальные идеи и ориентированный на идеи социальные. Меланшон тоже популист. Он очень левый, но при этом он, в общем, в том же бассейне плавает. Но для него другие вещи важнее. Говоря очень грубо, раскулачить богатых. То есть провести серьезное перераспределение средств, принудительное в каком-то смысле. Ну, не в смысле, что придут в кожанках с наганами, а в смысле, что налоги сильно повысят, как бы, ну, демократическим все-таки путем, между зажиточными и менее зажиточными слоями населения. У национального объединения другой упор — провести изменение французского общества за счет его большей закрытости от миграции, в первую очередь, и оживления экономики. Там в программе есть и вполне либеральные экономические моменты. И она очень неоднородна на самом деле. Ну вот, я бы разделял национал-популистов и социал-популистов. Национальное объединение — это национал-популисты. В том же, так сказать, флаконе находится, допустим, партия Свободы в Австрии, допустим, партия Герта Вилдерса в Нидерландах. Отчасти, хотя там немножко сложнее, но туда же можно и альтернативу для Германии немецкую записать. Но вот тот вопрос, который мы задали в начале нашей беседы — традиционное деление на левых и правых, не устарело ли оно сейчас вообще? Потому что в некоторых аспектах те же французские ультраправые, они какие-то иногда совершенно левые. И наоборот, левые партии не только во Франции, но много где в Западной Европе, в Центральной и Восточной Европе, ну, отчасти так, но несколько по-другому иногда, требуют таких же радикальных правых мер. Я видел сам, неоднократно бывал на митингах, вполне себе ультралевых социалистов, которые говорят, вот наша страна только для нас самих, то есть коренных уроженцев. Вот это, мне кажется, очень важным моментом, потому что основное разделение, оно сместилось в другую сторону. Если раньше шло столкновение, ну, условно говоря, больше государства или больше экономической свободы, это такая проблема, ну, второй половины XX века в Европе и самого начала века XXI. То сейчас все поменялось, сейчас я бы разделял на совсем другие лагеря. Один лагерь тех, кто хочет закрыться, тех, кто хочет действительно заинтересоваться вот только своей страной, тем, что ближе. Партии силы, для которых глобализация — это в первую очередь зло и опасность. И теми они сейчас, как бы, ну, отступают эти силы, которые, наоборот, выступают за то, что большой мир — это большие возможности за глобализацию, за международное сотрудничество, за развитие наднациональных организаций, за европейский проект и прочее, и прочее. Вот здесь проходит главный раскол, то есть действительно какие-нибудь ультралевые в Испании или той же Франции, они ближе к вроде бы ненавидимым ими ультраправым, тем самым национал-популистам, о которых я говорил, по многим вопросам, чем к либералам. То есть, фактически, у Меланшона, если говорить о Франции, и Марин Ле Пен или Борделлы, у них причин не любить Макрона, который все-таки к вот этой глобалистской, как бы, элите принадлежит, ничуть не меньше, а то и больше, чем причин не любить друг друга. Еще одни выборы неделю назад, 4 июля, в Великобритании. Мы о них уже упомянули. Конец эпохи, закат консерваторов, восход новой лейбористов партии, которая за последние лет 20 становилась то левее, то правее. Сначала был Нью Лейбор Тони Блэра, которого сами консерваторами со смехом называли левым консерватором, потом был Джереми Корбин, который кричал «Ред Баннер» и ходил, дайте, в таком черном берете на митинге с значком Че Гевара, на нем ужасая всех традиционных британских обывателей, которые раз за разом из-за этого голосовали за консерваторов. И вот теперь правление лейбористов. Очень многие говорят, что вот этот медовый месяц продлится недолго. Они такие же популисты, как консервативная партия стали, много говорят никакой реальной программы, ни финансовой, ни социальной, ни по ограничению вот этого вала нелегальной миграции, ни по спасению национальной системы здравоохранения Великобритании, а это стал один из главных пунктов на этих выборах, почему голосовали так или не иначе. Ничего у них нет и денег у них нет на то, чтобы что-то спасать. И вполне возможно, что через несколько лет, ни сейчас, ни завтра, конечно, выплывет третья сила очень опасная. Называется она, и она имеет имя, Найджел Фарадж и его партия, которая теперь называется, она тоже меняла название, и которую называют фашистской, ультраправой все ее и его противники, это реформ-юкей, то есть реформировать Соединенное Королевство. Как вы думаете, Найджел Фарадж, насколько стал реальной угрозой? Или это, что называется, такой тревожный звон в колокола на всякий случай, ну, всех традиционных левых, центристских других сил? Тут ведь вопрос еще в том, как устроена избирательная система. Вот во Франции эти два тура, как мы уже сказали, они предохранитель от прихода к власти радикалов. Во втором туре те люди, которые поближе к центру, они объединяются и отбрасывают, ну, в данном случае, кандидатов национального объединения. В Великобритании такой же предохранитель — это вот эта традиционная система, когда в каждом округе побеждает кандидат, просто набравший наибольшее число голосов. Поэтому кандидаты какой-то радикальной партии, в данном случае вот партии Reform UK, они-то на самом деле, если считать по процентам, они получили 14% голосов. Это очень и очень немало. Но они смогли провести в парламент всего, если не ошибаюсь, пятерых депутатов во главе вот с этим самым Найджелом Фараджем. И в следующий раз это тоже может сработать. То есть до каких пор это будет работать, сложно сказать, потому что история Британии знала пример, когда вот так вот ровно сто лет назад, кстати, прогорели либералы, одна из двух еще со времен Вигов XVIII века, ведущие свои истории партии Британии. Их вытеснили в качестве главной левоцентрической силы — лейбористы. Произойдет ли такая же, так сказать, история еще раз, пока сказать сложно. Но вот сама британская система, она предохраняет от прихода чрезмерного количества радикальных депутатов в парламент. Другой вопрос, то, о чем вы уже говорили, останутся ли едиными лейбористы. У них уж очень крупное большинство, там довольно разные крылья внутри самой партии. Но пример министра Стармера, который, в принципе, провел впечатление довольно разумного человека, его уже критикуют за то, что он высказался, что как раз в духе «а денег-то вообще, господа, маловато, и давайте разумно подходить к их расходованию», тут же с левого фланга закричали «да как же так? Вы говорите, дорогой премьер-министр, прямо в духе пресловутых консерваторов». В общем, там могут возникнуть внутренние конфликты, которые, конечно, лейбористам могут повредить. А с другой стороны, колоссальнейший провал консерваторов. И интересно, кто станет их следующим лидером, потому что Риша Сунак в ближайшее время, естественно, уйдет в отставку. Вот если произойдет одновременное ослабление обеих ведущих партий, тогда может действительно выскочить, как чертик из табакерки, какая-то третья сила. Вы слушаете «Напоминаю» наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульмально, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, куда в скором и в более отдаленном будущем могут привести европейские страны политические взгляды их избирателей. Давайте о Британии продолжим. Что такое британский национализм сегодня? Он такой же, как и в других странах Европы? Или, что называется, есть свои детали? Нужно совсем немного даже знать о Великобритании, чтобы понять, что британский национализм, он очень такая вещь полупризрачная, потому что куда сильнее его на каком-то таком низовом уровне национализм шотландский, английский и даже в какой-то степени валийский. Ну, Северную Ирландию, четвертую составную часть королевства, брать не будем. Там все очень запутано. И выборы у них свои. И выборы у них свои, да. Поэтому там, как бы, я бы сказал, как раз игра идет сразу на нескольких полях. Есть шотландская национальная партия, которым долгие годы добивается отделение Шотландии от Соединенного Королевства. И почти в, если не ошибаюсь, в 16-м году достигло успеха, был референдум. И с достаточно небольшим перевесом победили сторонники сохранения Соединенного Королевства. Поэтому там как раз этот спектр, он пестрый. И с другой стороны, те же самые шотландские националисты, они левые в социально-экономическом отношении. Известно, что в Шотландии более левая социальная политика. И, в общем, многие вещи отличаются. Это, на самом деле, для всей Европы характерно. Это мы уже немножко затронули. Когда, с одной стороны, националистические силы ведут достаточно левую в традиционном понимании социальную политику. Допустим, такова партия в Польше «Право и справедливость», которая именно за счет этого продержалась у власти 9 лет. Вы вот говорите о системе предохранителей, встроенных в национальные выборы. Ну вот мы говорили о Британии, о Франции. Слушайте, а насколько это вообще соответствует главным принципам и идеалам демократии? Что за предохранители такие, которые не позволяют кому бы то ни было большой силе, за которую голосует чуть ли не половина общества, ни в коем случае не прийти к власти? Тут такой парадокс возникает. Я бы не сказал, ведь они же возникают, эти институты, в ходе какого-то политического развития, при котором, на самом деле, не думают о том, что может возникнуть вот такая ситуация. То есть палата общин в Британии, она просто формируется таким образом, потому что она как раз палата общин. То есть в конкретном округе конкретные избиратели избирают депутатов и принимают решения о поддержке конкретного человека. Это соревнования личностей, каждую из которых поддержит определенная партия. Но это не соревнования партийных списков, как в других странах. Тут очень много обстоятельств. Я бы не сказал, что это какой-то вот замысел. Ни в коем случае не дать Марин Ле Пен прийти к власти. Да еще 20 с небольшим лет назад никто во Франции подумать не мог, что реально человек с фамилией Ле Пен, ну тогда Жан-Мари, потом его дочь, могут претендовать на высшую власть во Франции. Сейчас это стало реальностью, но в этом не институты виноваты, а политическое развитие. Но лозунги ни в коем случае не дадим Марин Ле Пен прийти к власти. Вот так они были написаны на всех митингах левых сил в французских городах вот в последние дни. Давайте по другим странам пробежимся. Недавно были также июньские выборы в Европарламент, которые многое показали. Опять националисты там получили гораздо больше мандатов, чем раньше. Особенно интересно было, как они в Германии проходили. Вот по результатам вот этих выборов Европарламент в Германии как-то очень стало заметно, что объединение Германии-то получается в чем-то так и не произошло. На востоке ультраправая АФД, альтернатива для Германии. А на западе, конечно, в каждом округе, в каждой земле победила одна из традиционных сил, которые до сих пор там на подъеме. Левые, правые, неважно. Тут надо, наверное, не об истории говорить, а коротко решить. А какого, извините, черта вдруг вообще в такой стране, именно как Германия с ее наследием 20 века, вдруг ультраправые оказались так сильны? Они тоже, конечно, по сравнению, я не знаю, с нацистами, если уж мы о Германии говорим, конечно, АФД, ну, она не коричневая. Там есть люди, у которых явно прослеживаются такие коричневатые симпатии. Они известны. Это, например, один из лидеров саксонской АФД. И, в общем, конечно, там есть причины для вопросов. Но это, в принципе, может быть немножко более радикально, чем в других странах, но те же самые национал-популисты. Иное дело, что они принадлежат к тому типу политической культуры, который ближе к бывшим соцстранам Центральной и Восточной Европы. Поэтому они популярны, в первую очередь, в бывшей ГДР. Они говорят вот таким языком, который привычнее для посткоммунистического человека. Менее политкорректным, более таким, что называется, кондово-посконным, извините за выражение. В общем, не привыкшим к этим оттенкам и этим каким-то, может быть, даже церемониальным моментам западных демократий, имеющих более долгую историю. Это как бы одна вещь, но другая вещь, объективная, действительно, земли восточной части Германии более бедны, чем западные земли. В них вкачали огромные десятки миллиардов, десятки миллиардов евро. Но все равно разница сохранилась. По разным причинам-то об этом можно делать отдельную передачу или подкаст, или даже их серию. Но вот как бы так и есть. И там другая тревожная вещь, конечно, это то, что, с одной стороны, традиционные ХДС, ХСС, демохристиане, они при Ангеле Меркель сместились влево и потеряли многих избирателей своих, которые именно ушли к альтернативе для Германии. А с другой стороны, там страшно провалились просто в дыру политическую социал-демократы. Они набрали на этих евровыборов менее 14%. Это для них самый худший результат за всю историю существования ФРГ. В общем, политическая система Германии тоже претерпевает изменения. Они пока не критичны, но они очень и очень тревожны. Ярослав, на протяжении последних десятилетий вообще любые выборы в европейских странах, почти во всех, они характеризовались крайне низкой активностью избирателей. И вдруг все меняется. Почему сейчас это все меняется? Банальный ответ. Потому что кризис. Потому что люди почувствовали на себе, что времена изменились к худшему. Все дорожает в той или иной степени практически во всех европейских странах. Какие-то феномены вроде той же массовой миграции, они чувствуются действительно во многих европейских странах непосредственно. Очень стало жить по многим причинам неуютно. Обычному рядовому человеку. А еще одна важная вещь. Молодое поколение, подросшее, почувствовало, что оно может стать первым в Европе за весь послевоенный, после Второй мировой войны период, которое имеет все шансы жить хуже, чем его родители. Их родители жили лучше их дедов. А в некоторых случаях их деды жили лучше, чем их прадеды. А вот они могут стать первым обедневшим поколением. Это никому не нравится. Поэтому они пытаются найти решения. Эти решения часто становятся радикальными, но они ведут к большей политизации. Известно это и социальные опросы общественного мнения показывают, и, честно говоря, и собственный опыт общения в разных странах с разными людьми. Нынешняя молодежь европейская куда более политизированная, чем молодежь, скажем, 90-х годов. Это интересное социальное наблюдение, что да, в большинстве европейских стран сейчас голосование и выбор политический определяется непринадлежностью, давным-давно такого уже нет, к какому-либо социальному классу, или к вероисповеданию, к происхождению, в конце концов, к расе, к национальности. Определяется оно возрастом. И вот этот водораздел между людьми старше 40 лет и моложе 40, и тем более моложе 30, он очень-очень заметен. Что я еще хочу спросить? Куда, на ваш взгляд, я этого побаиваюсь, может Европу в будущем завести вот это начавшееся дробление и деление на такие национал-социальные, специально избегаю, неправильно, чтобы не сказать, национал-социалистический, национал-социальные деревни. Это, честно говоря, утопическая борьба вот за вечное, всеобщее социалистическое счастье, но теперь еще и с таким националистическим окрасом. Это действительно тревожная вещь, потому что она не опирается на какие-то реальные тенденции. Рождаемость-то падает, и без тех же мигрантов не обойтись. Можно регулировать их приток, можно их как-то, ну, извините, может быть, цинично позвучу, как-то сортировать по принципу того, от чего они реально бегут, экономические они или военные беженцы, по их квалификации и так далее. Но не обойдется европейский рынок труда без притока рабочей силы из-за пределов Европы. Это одна вещь. Вторая вещь. Ясно, что экологические, так сказать, программы, очень широкомасштабные Европейского Союза, ну, их реализация будет замедлена, потому что нет денег на них, и потому что их экономический эффект может оказаться на первых порах, по крайней мере, разрушителен и привести к тем явлениям, которых все хотят избежать, к обеднению дальнейшему. Много тенденций, которые, ну, в общем, работают на то, чтобы люди заботились, в первую очередь, о себе и о том, что ближе всего к ним. А в этом и есть основная, как бы, сила национал-популизма. С другой стороны, есть внешние угрозы для всей Европы. В первую очередь, это сейчас война в Украине и российская агрессия, которая служит, конечно, в определенной мере объединяющим фактором. Поэтому здесь эти векторы, они направлены в разные стороны, но об одном я могу сказать, что для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, мечта о Соединенных Штатах Европы откладывается на неопределенное будущее. Европа, Европейский Союз явно останется достаточно рыхлой конфедерацией. И те силы, которые как раз за это и выступают, не говоря уже о тех силах, которые хотели бы полного развала ЕС, но этого, я как раз думаю, не произойдет в обозримой перспективе, они сейчас на подъеме. Поэтому Европа будет таким местом, где будут вот эти вот вечные договоренности, политические торги. Вот эта вся система, которая, с одной стороны, очень раздражает, а с другой стороны, она живая. В отличие от диктатуры, она основана на компромиссе. Поэтому я бы в целом не смотрел на европейское будущее очень мрачно, хотя, я думаю, определенных социальных экспериментов и потрясений мы не избежим. Итак, это был наш Атлас мира. Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, а еще от Spotify или Apple подкасты, Google подкасты, ну, много где. Разумеется, на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свобода, в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский, Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем. До свидания.